Наталья Николаевна, сейчас в области люди пожилого возраста, ну и те, кто будут выходить на пенсию. Ну, конечно, их родственники очень взволнованы и живо обсуждают последнее решение Московского облдума, которое якобы направлено на социальную поддержку. Но, в общем-то, огромная масса народа будет лишена с 1 августа бесплатного проезда по Москве. Ну, вот для неимущих, как издевка, предусмотрена компенсация в 400 рублей на год. До 400. Да, до 400 рублей, хотя это даже для жителя ближнего Подмосковья явно не хватит на консультации, если действительно человек серьезно болен. Очень бы хотелось вы, как депутат, глубоко проработавший этот вопрос. Хотелось бы, чтобы вы как-то прокомментировали положение дел с этим вопросом. Что люди будут иметь? Чего их лишили? Ну, вот и все же какая-то реакция у народа должна быть на это все. Да, Нина Алексеевна, действительно, 18 июня наша Дума приняла такой закон. Он, конечно, с очень странным названием, о мерах социальной поддержки, то есть изменение в этот закон о мерах социальной поддержки. Но, значит, он напрямую касается очень большого числа наших ветеранов, жителей Московской области. Примерно затронет вот этот закон 1 миллион 300 тысяч человек из 2 миллионов 100 тысяч, которые сейчас получают эту льготу по бесплатному проезду по Москве. Это в основном пенсионеры, которые не имеют, значит, каких-либо мер социальной поддержки. И также это военнослужащие, вышедшие, значит, в запас и которые имели тоже эту меру социальной поддержки. Вот. Она, конечно же, на наш взгляд, на взгляд нашей партии, эта мера абсолютно непопулярная, она очень вредная и она очень несправедливая по отношению к нашим жителям Московской области. Поэтому наша фракция буквально 18 июля провела на заседании как бы настоящую атаку со всеми доказательствами, со всеми расчетами. Ну и до этого мы примерно в течение двух месяцев на разном уровне наши депутаты пытались это решение отодвинуть, его отменить. Ну, шли различные проработки, круглые столы, в том числе и на территории Московской областной думы. У нас в думе проходили круглые столы. И фактически все буквально общественные объединения, которые участвовали в круглых столах по вот этой вот мере непопулярной, вот они были категорически против. Ну, потом правительство подготовило доказательную базу, ну, оно связано с экономическим кризисом, вот, то, что очень много пенсионеров работают в Москве и как бы у них уровень достатка выше, вот, плюс злоупотребление. Но, извините, вы создаете такую систему, чтобы злоупотребления не было, вот, а потом уже, значит, принимаете такой закон. Это первое. Второе, конечно же, мы видим огромную несправедливость, она заключается в том, что действительно жители Подмосковья вынуждены работать в Москве, поскольку по сравнению с тем вот валом жилья, который строится, достаточного количества рабочих мест не создается. Они вынуждены, чтобы содержать свою семью, работать в Москве, в том числе и пенсионеры, которые не могут жить на 9, 10, 11, 12, 13 тысяч рублей. Они вынуждены, уже будучи в таком преклонном возрасте, ездить в Москву и работать. Но самое здесь парадоксальное, что все налоги на доходы физических лиц, те жители, которые работают в Москве, они остаются в нашей столице, в Москве, пожалуйста, на их социальные нужды. Это десятки миллиардов рублей. То есть мы работаем, ездим, тратим здоровье, тратим, значит, время, да, отрываем от детей, от внуков это время. Мы ездим в Москву, работаем, оставляем там свой налог, и теперь мы еще должны, и вот те, кто имели льготы, они еще должны и оплачивать проезд внутри Москвы. Это абсолютно несправедливо. Тем более, что пенсионеры Подмосковья, Московской области, Подмосковье-то будут у нас ездить, как и ездили, по льготам. И здесь как бы нам правительство, Воробьев, о таких ножницах говорит. Они нам оставляют, то есть они нам платят 800 миллионов, а мы им 2 миллиарда 800 миллионов. Но тогда возникает вопрос, а почему бы нашему правительству не обратиться к президенту, да, не обратиться к премьер-министру и не сказать, раз мы оставляем десятки миллиардов в Москве своего подоходного налога, не вкладываемых в инфраструктуру Подмосковья. Поэтому мы живем хуже намного. У нас меньше бассейнов, меньше детских садиков, каких-то культурных учреждений. То хотя бы вот часть, верните этих денег, эти 2 миллиарда, это несопоставимые цифры, верните эти деньги, чтобы наши уважаемые люди, которые посвятили столице свою жизнь, свой труд, чтобы они могли в этой же столице, с которой мы неразрывны, да, чтобы они могли, значит, воспользоваться своей льготой, как и жители Москвы. Правильно? Совершенно справедливо. Вот. Они почему-то это не делают. И пытаются решить свои экономические проблемы за счет вот тех людей, отбирают у них льготы. Вот смотрите, вот мы такой лист подготовили. Я считаю, он совершенно справедливый под письмо мой лист, потому что это как бы не моя инициатива. Звонят десятки человек, возмущаются, рассказывают о своих историях. Кто-то ухаживает за престарелой матерью, кто-то ездит помогать внукам, потому что они фактически растут необеспеченной родительской заботой и лаской. Родители работают день и ночь. Бабушка ездит, чтобы помогать воспитать внуков. Очень много ездят по медицинским показаниям, поскольку у нас нет таких приборов иногда, нет специалистов в наших больницах. Вот. Чтобы люди хотят жить, они хотят вылечиться. И понимаете, теперь у них стоит дилемма. Либо она едет в Москву и тратит там на проезд, там в день, вполне возможно, значит, если сейчас стоимость 40 рублей в один конец, вполне возможно, что она будет 160-200 рублей тратить вот внутри Москвы, да. Поэтому она встает перед дилеммой. Либо она едет и там вот свои потребности необходимые удовлетворяет, либо она оставляет эти деньги на питание и продукты, потому что у нее рассчитана каждая копейка. Ее вот пенсии, допустим, 11 или 12 или 13 тысяч. Но почему люди должны себе в чем-то отказывать, в совершенно необходимом? Вот. Поэтому мы просто пишем, что эти жители, сотни тысяч, они оказываются отрезанными от столицы, от родственников и друзей, от медучреждений, от возможности удовлетворять свои культурные запросы. И поэтому они будут экономить, чтобы покушать, и лекарства, значит, это уже страшные социальные издержки. Они могут вполне привести к социальному взрыву. Поэтому вот мы просим жителей наших, чтобы они подписали, пусть 100 тысяч подписей будет у Путина, пусть он подумает над этой проблемой, потому что города, Мытищи, Королев, значит, ну вот ваш город, Логня, Реутов, Люберцы, Красногорск, Химки, огромные мегаполисы, они связаны с Москвой, можно сказать, как, значит, сосудами кровеносными. И вот сейчас ты дошел вот до этой вены, все, тебе перекрывают кровь, перекрывают кислород. Так невозможно. Это большая дискриминация жителей Подмосковья. Каждый из них сейчас видит свою проблему. И для чиновника она покажется маленькой. А для человека это вопрос, ну, можно сказать, жизнеобеспечения, его комфортного проживания, его неуниженности. Потому что самое страшное для человека – это его униженность, что он ничего не может, он должен вот на эти свои крохи выживать. Вот. Поэтому я считаю, что жители наши, вот, дети войны, особенно поколения, вот, те, кто связан, значит, и с поездками в медучреждения, они должны буквально все подписаться, их должны поддержать. Внуки должны поддержать. Вообще все жители Подмосковья, вот. И чтобы мы эту проблему остановили. Потому что стоит только нам, вот, уступить, то, пожалуйста, в октябре, может быть, объявят, что у нас будут отменены проезд по Московской области льготной. Но вы тогда сделайте 15-20 рублей, как в других регионах, проезд Центрального федерального округа, вот. И тогда скажите, да, мы вам сделали нормальный, справедливый проезд, 20 рублей, но не 40 и не 50, как сейчас по Москве и Московской области. Да, ведь еще может возникнуть и проезд на электричке. Да, да, да. То есть, это тоже очень, очень серьезно. Да, да, да. Вот если мы сейчас уступим, да, потом пойдут электрички, потом пойдут социальные рейсы в Подмосковье, наверное, об этом кое-кто мечтает, вот. Да. Вот. И я считаю, что жители должны поступить очень сознательно. Они должны обязательно с этим бороться, включиться в эту борьбу. Потому что, смотрите, вот любые, значит, вот такие вот социальные ущемления в других странах, они поднимают людей на борьбу за свои права. У нас, к сожалению, вот под общий такой фон одобрям, там, внешней политики, забывают, что внутренняя политика, она даже еще более важна. Потому что это наши дети, это наши старики, это наши малообеспеченные слои. И мы должны прежде всего думать, как им выжить, как им не скатиться на низ социальной, ну, на социальное дно, понимаете? Вот. Поэтому нужно какие-то отсечь платежи. Мы считаем, и фракции наши, все депутаты указывали, где можно отсечь. На пиар, на средства массовой информации. Вот. Собирают всевозможные форумы, обсуждения, да. Вот. Вертолеты там, допустим, есть у телеканалов, там, и большие траты на содержание, значит, транспорта, огромных учреждений государственных и так далее. Посмотреть, где можно сократить и выделить деньги на эту проблему. У нашего губернатора житель всегда прав. Первый лозунг – житель всегда прав. Но вот именно тут слово не «житель», а именно «житель». То есть это как бы говорится о каждом конкретном человеке. Вот поэтому мне бы хотелось, чтобы наши чиновники государственные, они действительно вошли в проблему каждого конкретного пенсионера. Потому что вот приняли они прожиточный минимум 8 тысяч 29 рублей. А они вспомнили, что яблоки стали стоить до 100 рублей. А ЖКХ? А ЖКХ. Правильно? Половина уйдет на ЖКХ и по 1000 рублей в месяц. И вот вам, пожалуйста, каждый житель прав. Вот именно правы эти люди, которые говорят, что на 8 тысяч 29 рублей нужно быть просто волшебником, чтобы прожить в нашем регионе. Народ сейчас очень взволнован. Даже вплоть до того, что собираются перекрывать трассы. Ну, как было в 2005 году. Да, да. И в районе Шереметьево уже хотят перекрывать. Вот, пожалуйста, мы, говорят, готовы. То есть очень-очень серьезно. Настолько это глубоко. Вот всех задело. А сейчас, когда идет такое отступление, я уже могу говорить, что мы катимся к либерализму в этой сфере социальных завоеваний. Либералами мы становимся. Вот ругает Путина и все правительство либералов. А мы сейчас идем вот все на свертывание социальных годов в Московской области, на свертывание социальных гарантий. Вот, и мы коммунисты, естественно, мы будем категорически против этого. Это наша, ну, как сказать, задача, это наше призвание. И мы, но мы же не голословно говорим, вот всем раздайте там по серьгам. Мы им говорим, опять же возвращаюсь, что мы отдаем налог Москве колоссальный. Мы же не говорим это голословно. Поэтому мы жителям говорим, что наши требования, нашей фракции, они совершенно справедливы и они ложатся, должны лечь в сознание каждого гражданина. Вот. Это несправедливо. Это незаконно. Это, ну, можно сказать, дискриминация. Еще раз, третий раз повторю это слово. Учитывая то, что такой погром сейчас еще с медицины идет, медицина переводится практически вся на платную основу, то, ну, человеку вот с таким скромным доходом... Ну, протягивай, ну, что можешь. Да. То есть лечиться он уже не имеет права. Он никуда отъехать от своего дома не сможет. Только сидеть и смотреть в телевизоре о благах... Которые другим достаются. Да, которые другим достаются. Да, да. Ну, или слушать рассуждения губернатора о том, как... Как хорошо Московского... Как хорошо. Вот недавно было выступление. Куда он направит сэкономленные на пенсионерах деньги? Хочетаться. Вот так. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...